Они обычные подростки, школьники, такие же, как и ты. Они читают книги, знают все о моде, занимаются спортом и, конечно, развлекаются. Именно они расскажут тебе о самых интересных молодежных событиях Ноябрьска. Как, а как фишка ляжет. Хеллоу, друзья! Это программа «Фишка» на канале Ноябрьск-24. Ну что ж, не будем долго томить, а сразу приступим к делу. Сегодня вы узнаете, кто такие волонтеры и зачем они волонтерят. Выясним, почему армия круче ПТУ. И докажем, что трус не играет в хоккей. А также научимся стучать. На барабанах, конечно. Ну что ж, фишка нам, как всегда, в помощь. Давай. Так, не в этом кармане. Раз, два, три. А, ну что, кто здесь победитель по жизни? Да все уже поняли, что ты молодец, ближе к делу. Эй, Таш, полегче. Поезжай на слет волонтеров. Глядишь, добрее станешь. Да не вопрос. Кит, ты куда в ближайшее время планируешь? В армию или в ПТУ? Ну, как-то в универ, там в ЕГЭ на сотку, все дела, лясь и трясь. О, мне бы твоя уверенность. А пока отправляйся к защитникам Родины. Будет сделано, товарищ командир. Так, Дюша, ты за какую хоккейную команду болеешь? Ну, конечно же, в техах. Вот и чудесно. Тогда тебе на хоккейный турнир. Внимание, на кубок канала «Ноябрьск-24». Ну, а я отправлюсь учиться играть на барабанах. Или на нервах. Ай, в общем, на месте разберемся. Да, Глан, давайте пятюни и раз. Устала. Хочу есть. Так, а чем есть? Палочки нужны. Оп, а я тебя уже обыскался. О, привет, у тебя палочек не найдется случайно? Найдутся, барабан не устроят. Да мне по барабану. Ну, давай тогда по барабаним, а потом поедим. Как говорится, кто не барабанит, тот не ест. Пошли. Почему барабаны, ни гитара, ни балалайка, они и легче, и меньше? Да, на самом деле, моим первым инструментом был аккордеон. Это когда с одной стороны у тебя клавиши, с другой стороны у тебя кнопочки, меха, и ты играешь. Проведя за ним два года, он мне стал менее интересен, взял в руки гитару. С гитарой я провожу время до сих пор, да, то есть как бы нет предела совершенства. Но когда в конкретное время, в конкретном периоде, просто собирали поначалу группу, и вот как-то не было хорошего ударника, поэтому решил сесть сам за барабаны. И как-то вот взял в руки палочки и понял, что это мой инструмент, и все. А барабанщик и ударник – это одно и то же или нет? Различие может быть только в инструменте, на котором ты играешь. То есть будь то барабаны, будь то перкуссия. То есть перкуссия – это инструменты, на которых играют руками. Барабаны, то есть конкретно ударная установка – это инструмент, на котором играют палочками. Здорово, бандиты! Здорово, молодые! Фишка сегодня легла в самый центр волонтерского ребрейдинга Ямала. Шарман, каким названием равный поможет равному. Макс, стой, посмотри, кто в душу запал. Пошли знакомства производить. И купли. Добрый день! Добрый. Подскажите время, уважаемый. Своего свободного, конечно же. Ну, это примерно после семи вечера, наверное. Так, ну тогда в кафе, кино, в ресторан предлагай, я согласна. Выражай своим жаргоном – стопе, мадам. Что-то вы не по сижу, но шелестите. Ой, девушка, прекратите, правда. Вы где находитесь? Куда вы приехали вообще? Ну, на проект же. Зачем? Ты понимаешь, что у меня нет ни времени, ни желания, ни возможности общаться с такой девушкой, как ты? И что теперь делать? Мой тебе совет – запишись на проект «Равный поможет равному». Все, базар-вокзал. То есть, как говорится, я пошла. Наше движение – самое лучшее, самое классное, самое честное. Наше движение не будет задушено, это прекрасно. Ну что, на уровень присядь, поговорим. Ну, давай, по понятиям не раскидай, чем ты тут занимаешься? Ну, приехал я учиться волонтерству, получать опыт нормальный, чтобы людям помогать, добро носить, надежду на будущее. Короче, тут такая фишка. Пацаны, ребятишки бегают, снимают там, не снимаешь книжки, все нормально, у них читают книжки, все хорошо, вроде бы у вас все по фишке. Ну, нормальный такой проект, мне все нравится. Я приехал сюда, чтобы, конечно же, набраться опыта, потому что я считаю, я думаю, что это мне очень пригодится. Здравствуй, небо в облаках, и вам не болеть. Раз уж фишка встречает в моих юных сапогах, то, наверное, мы сегодня узнаем, какие войска предпочтут школьники после неудачной сдачи экзаменов. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Да это же ты же. Небольшой соцопрос. Значит, один в пятнадцатой степени. Что? Один в пятнадцатой степени. Один. Один. Шестнадцать минус двадцать четыре, деленное на два. Так, дадим. Четыре. Корень из двадцати пяти. Пять. Какие числа у нас, цифры получились, точнее? Что? Сто сорок пятый пехотный новочеркасский императора Александра Третьего полк. Знаешь такой? Знаю. Не знаешь ты такой полк. Плохо в школе доучишься? Да, пожалуйста. В школу хочешь? Ой, в армию хочу. А вас не смущает, что девушек в армию не берут там? В смысле не берут? Если по контрактам, то берут. Берут? Конечно. В израильскую? Нет. Хорошо, а чем армия круче ПТУ? Я вообще не собираюсь ни туда, ни туда. Бездельник, что ли? Вас просто дисквалифицируют. В армии станешь мужчиной, приобретешь ценные навыки для дальнейшей жизни. А в ПТУ что? Так ничего в ПТУ нет. В институт надо поступить. Какие войска-то хочешь попасть? Я много в какие хочу. Они в тебя не хотят. Хочу в ВДВ, в воздушно-десантные войска. Много хочешь? В ракетные, в ПВО. Ты все равно в космос не улетишь. Зачем тебе ПВО? Хоккей или футбол? Хоккей или футбол? Просто вечный сбор. Но так как мы уже на ледовой арене, значит будем говорить о хоккее. Тем более, когда речь идет о первом турнире среди детских команд по хоккею на Кубок телеканала «Ноябрьск-24». На ледовой арене в нешуточном бою сойдутся 4 команды из городов «Ноябрьск», «Фургут», «Мегион» и поселка Новый Уренгой. Да победит сильнейший! Хоккей или футбол? Хоккей. 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 Точно? Да. По-любому. Хоккей. А как ты ласково называешь свою клюшку? Клюшечка. Клюшечка. Ой, как мило. Клюхой. Ласково, клюха. А вот ты? Клюхой тоже. Ваня. А каких размеров шайбы вы любите? Круглых. Круглые. Большой перебросую. Придумайте ассоциацию к слову хоккеист. Сильный, смелый. Визажист. Овечкин. Даже дети отвечали, вы что? Овечкин! 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 Беее! 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 А как родители и друзья отнеслись к твоему увлечению? Друзья отнеслись хорошо. Мама конкретно относилась к барабанам не очень хорошо. То есть она понимала, что это все шумно, это все не то. Дома она не разрешала их ставить. Но тем не менее, они все равно стояли дома. Она сказала, ладно, пусть стоят. Все, ей потом со временем это все начало доходить. Но когда я выиграл свой первый драм-баттл, я пришел домой, она очень за меня порадовалась. Я, правда, пришел через пару дней. Но это не важно. Она вот с того времени начала интересоваться моим творчеством. Ты увлекаешься еще чем-нибудь помимо игры на барабанах? Занимаюсь и второстепенно всеми возможными инструментами. То есть это флейта, губная гармошка, клавиши. Там любая гитара, то есть будь то электрогитара, бас-гитара, либо акустическая. Когда учился в университете, заканчивал Харьковский институт Каразина, вот там вот я играл за факультет в баскетбол. А, ну да, еще сноубординг, это началось лет 6 назад, когда вот просто я влюбился, я посмотрел, я влюбился в эту доску, я понял, что это такое. Я немного удивлена, потому что я 11 лет занималась фигурным катанием, тоже зимним видом спорта, и потом еще играла в волейбол, а сейчас учусь играть на фортепиан. Совпадение? Не думаю. А на барабанах когда-нибудь пробовала играть? Ни разу. Ну тогда давай попробуем. Очень важно перед игрой размять руки, размять кисти. Мы их берем вот так вот, зажимаем полностью. Край палочки ведем сюда. Еще, еще. Да. А эту заводишь сюда. А, ого. Скажи лук. Лук. Полбусток. Запусти себя, кратеры моей души дыши. Я выяснила цель волонтерства. Так может теперь завяжем интродюс по моим общечеловеческим понятиям? Так, перестанем так общаться. И вот таким жаргоном можно представить у себя на районе. Да и вообще забудь, а не культурная речь. Понятно? Все, в ажуре буду повежливой. Но нужна помощь. Как говорится, волонтеры, люди добрые, вежливые и приветливые могут научить. Так что отправляемся. Исправляемся. Я тут захотела научиться правилам общения, приятного и вежливого, если быть точной. Научить сможешь. Ты не должна мешать ему, если он рассказывает о своей политике жизни. Все люди хотят любви и внимания. Но и не надо этого скрывать. Задавайте вопросы и поддерживайте разговоры. Уважая себя и других людей, все эти вещи никогда не выходили и не выйдут из моды. Волонтеришь или волонтеришь? Это вопрос был или что? Волонтеришь или волонтеришь? Какая родница вообще? Волонтеры есть, волонтеры. Неважно, волонтеришь или волонтеришь. Ты точно волонтер? Да. Чего ты тут забыл? Волонтерирую. Чего ты волонтерируешь? Все волонтерирую. Как это твое волонтерство? На будущее-то повлияет? Ну это огромный опыт, знаешь. Потом банально, когда какая-то ситуация жизненная станет тяжелая, тебе эти навыки пригодятся. Ну, что-то понятно. Ты мне... И ты тоже. Пока. Подкажи мне, зритель, ведь не даром я выяснил, что многие школьники собрались идти в армию. Но знает ли народ честной, кто самый в ней крутой? Ну, глянь, по-твоему, товарищ командир. А ну, на проте слова знает. Ты готов? Давайте. Упор лежа принять? В смысле? Ну, я же тебе говорю, ты готов? Ты говоришь, да, упор лежа принять, давай. Давайте. Какие войска, по твоему мнению, самые брутальные и мужественные в нашей армии? Давай, раз. Ну, все друг от друга зависят, поэтому они все считаются мужественными. Отжимайся давай. Это с нас, ГРУ. Да. Давай. Респект. ВДВ, морфлот и ракетник. Я полностью согласна. А почему? Потому что они офигенные. Такие настоящие мужики. Радов войск и подразделений в нашей армии действительно много. И у некоторых из них есть свои девизы, которые я тебе сейчас озвучу, а ты мне скажешь, о ком идет речь. Погнали. Выше нас только звезды. Ну и ВДВ. ВДВ. Разведчики. Никто кроме нас? Пусть будет тоже ВДВ. Угадал? Попал? Молодец. Не угадал, это знание, это ум. Нас мало, но мы в тельняшках. И че? Спецназ. Морфлот, родной, какой спецназ? Морфлот. Ой, я сегодня, я сегодня молодец. Трус не играет в хоккей. Наверное, это самая популярная фраза. Интересно, а к девушкам она тоже относится? Давайте узнаем. А как ты думаешь, бывают девушки, играющие в хоккей? Да, бывают. Хэль или Хэля. Ни одной не знаю, но сегодня была приятно удивлена, когда в команде соперников играла девочка. А почему ворота такие маленькие? Потому что в хоккее маленькая шайба, вот потому что. Чтоб шайбу было потяжелее забить. А жены хоккеистов ревнуют их к клюшке или шайбе? Они же тоже женского пола. Безусловно, потому что для них это и есть жена. А им ничего не остается делать, как привыкнуть к тому, что ее муж занимается хоккеем. Я думаю, нет. Я думаю, женщины так же болеют вместе с ними. Потому что все на хоккее проводят кучу времени. Все из-за мальчишек болеют, из-за всех болеют. А как вы думаете, блондинок пускают на лед? Трус не играет в хоккей. Было бы желание. Думаю, блондинка тут не показатель. Конечно, может играть в хоккей. Да, всех пускают. Самое главное, иметь дух спортивный. Самое главное, иметь желание побеждать и участвовать в соревнованиях. А как вы думаете, блондинок пускают на лед? Блондинок? Какая разница? Ну, пускают на лед блондинок. Хотя они могут слиться по цвету со льдом. А вот теперь мы и проверим. Попробуй поладить с клюшкой и шайбой. У тебя есть какие-нибудь награды? Ты добавлялся значимых результатов? В моем городе мы вышли с ребятами на Евромьюзик во Францию, в полуфинал. Но, к сожалению, не прошли. На мыло пришло сообщение. И, как сейчас помню, сидели в нашем клубе. Смотрели, значит, в этот 16-дюймовый ноутбук. На одно письмо, которое написано на английском. На английском понимал только вокалист в основном. Он читал и переводил. И с такой огорченной миной он поворачивается. Ребята, нас не взяли. Мы попали в журнал «Вива». У нас был фотосет для этого журнала, сделанный специально. Наша фотография была опубликована в этом журнале. Довольно-таки классно. Мы ездили даже на интервью в Киев. Такие истории, как же скучно я живу. Дай советы тем, кто хочет научиться играть на барабанах, но не знает, с чего начать. Не обязательно дома иметь ударную установку. Вот она есть здесь. Можно приходить, заниматься. Я этому всему обучаю. Некоторые ребята довольно-таки быстро схватили фишку, что здесь уже это все проходит. Схватили фишку. Все поняли фишку? Схватили, схватили. Кстати, я суши-то заслужила? Да, я думаю уже, да. Тебе все еще нужны палочки? Я думаю, нет. Хватило мне их за сегодня. Дела моего совершенствования идут под горку. А вот добрых дел среди них очень мало. Так что позвольте и соблаговоляем пройти со мной искать тех самых добродетелей. Ну что, в темпе пацан-добля? Вот волонтеры – люди добрые и хорошие, правильно? Да. Вот давай я проверю, насколько ты волонтер. Сейчас я буду называть первую букву слова «волонтер». А ты мне на каждую букву этого слова называешь добрые, хорошие поступки, дела, эмоции. В – внимание. О, общение. Л – любознательный. А давай ты ответишь. О, баяние. Н – нежность. Э, е, е, единство. Р – радость. А теперь давай делать и создавать добрые дела. А давай, и начнем с тебя. Ты доверяешь мне? Да, конечно. Да? Ну тогда вот что это за фрикет, вот что это за шапка, вот что у тебя на голове, а? Вот что это за курточка? Волосы уже расправлены. Да как-то не… У тебя вот самое нормальное – это только твоя фишка. Одевай. Эх, ха. Раз решила меняться, значит до конца. Надо меняться. Погоди, хоть семок пощелуй. Не надо, без семечек. Спасибо. Теперь я знаю точно, что волонтер – это доброволец, который помогает всем, безвозмездно ничего не требуя взамен. Конечно, я могла бы отсыпать ему семок, но проще и вежливее будет сказать спасибо и объятие от равного к равному. Ну, вот теперь с тобой можно и в кино. Согласна? Согласна. Шаурма! 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 Я жду тебя в семь в Руси. Хорошо. Первым делом, первым делом армия, ну а дембель, а дембель-то потом. Вот представь, ты такой пришел с армии, да, пришел такой. А что дальше? Вот не лысых голов, не старшины, вот как жить дальше? А ты думаешь, я буду скучать? Базар Азеро. Кстати, о лысых головах. Вот я знаю, что многие вои... Что, смешно, что ли сейчас было? Подаришь ли свой дембельский китель, там, брату или другу, чтобы он там девочек подарил? Настя. Вот так вот, все, спасибо за счастье. Это Настя зовут? Младшему брату подарю. Подаришь? Подарю. Вам так плохо? Мой китель будет моим, и он будет висеть у меня в шкафчике. Чему тебя может научить армия? Армия тебе еще может научить, знаешь чему? Чистить картошку умеет, мыть пол зубной щеткой. Все, там много чему можно научить. А еще закапывать бычки. Бычки? А, это красивый уход был. Бычки, бычки. Бычки, бычки. Как гласит новая военная мудрость, отслужилась тебе в радость, закопай на память сладость. Ходите в школу, и тогда вам не придется заниматься подобными вещами еще, по крайней мере, пару лет. А также уменьшится риск оказаться на их месте. Чем отличаются хоккеисты от других спортсменов? Правильно, количеством зубов. Давайте узнаем, а все ли зубы на месте у наших игроков и болельщиков. Вперед, родной! Емарский! А сколько у тебя зубов? Все. 33, надеюсь. Уверен? Шайбы не выбили? Нет. Сколько у тебя зубов? 86! А ты боишься стоматологов? Нет, я боюсь. Чуть-чуть боюсь там. Да. Нет. Занимаясь хоккеем, он прославился тем, что он хоккеист, и думаю, без зуба с него просто украшает. Вперед, Ямал! Вперед, родной! Ямальские стерхи! Мы за вам! Горой! И все-таки хоккей – прекрасный вид спорта. Правда, немного травмоопасный. Но это не помешало юным спортсменам выйти на лед и сразиться за кубок телеканала «Ноябрь 24». Играйте в хоккей, смотрите хоккей и берегите свои зубы! В чем твоя фишка? Моя фишка в том, что у меня есть змея и паук. Моя фишка – я яростный болельщик и поклонник команды Ямальские стерхи. Моя фишка в том, что я волонтер. Моя фишка в том, что я будущим честник. А в чем твоя фишка? Узнаем, как всегда, ровно через неделю. Смотрите нас по пятницам! 2020 на канале «Ноябрьск-24». Пока!